Всем привет, друзья! Тюрьма под названием Ночной Дозор, и давайте посмотрим, чем же она сможет нас удивить. И вправду, я прям с первых секунд уже удивлен, какие-то странные тройные камеры, которые окружены водой, и вот все остальные зэки у нас как бы перекличка. Тюрьму я нашел в мастерской Стима, и сам автор говорит, что это сложная тюрьма. И сразу появляются проблемы, в этот раз это металлоискатели, я нашел парочку запрещенных предметов. Это напильник, который нам приходится выкинуть, чтобы пройти дальше, и знаете, как бы металлоискатели здесь почти на каждом шагу. Я не говорю даже про то, что у нас время 11 часов вечера, хотя день вроде как только начался, я только что встал с кровати, только что была перекличка. Получается, это ночная тюрьма, и полночь, рабочая квота, а работаем мы с вами, получается, нигде. Вся наша работа заключается в том, чтобы просто сесть на стульчик и посидеть. Краем глаза увидел, что находится за периметром тюрьмы, и знаете, похоже, там прошел какой-то апокалипсис, потому что все засохло, вода, и вообще туда идти не хочу. Но придется, надеюсь, в этой тюрьме есть вертолет, а то пробираться среди этих зарослей мне вообще не хочется. Но если мы обратимся к карте, которая чудом у нас оказалась, то да, на третьем этаже на крыше есть вертолетная площадка. Вот только до этой крыши нам придется как-то добраться, и я здесь вижу только одну лестницу. Три часа ночи, и почему бы не позавтракать? О, гребень, забираем сразу же. А то есть просто огромадная вероятность того, что нам потребуется красный ключик для побега. Ой, еще и зубная паста, кайф. Ого, вот только офицеры не разделяют мои кражи, и почему-то решают за мной погнаться. На мобильной версии, всем было все равно на мои кражи. Я мог украсть вещь даже прямо на глазах у офицера, он бы ничего не сказал. И я, в принципе, нашел ту самую лестницу на третий этаж. Вот только как туда попасть, к этой лестнице, я не понимаю. Ага, понятно, ребята, проход в это помещение у нас только один, точнее два. Во-первых, прямо перед нами дверь от изолятора, или же от карцера, которая просто так не откроется. Вернее говоря, она нам просто так никогда в жизни не откроется. Придется ее как-то обойти, и тут два варианта. Либо сломать стенку, либо через вентиляцию. Второй вариант меня вообще не устраивает, так что, ребята, отправляемся на поиски ломика, и не только, заодно прихватим еще форму метработника. Офигеть! Серьезно, что ли? Для побега нам потребуется форма метработника, это реально что-то новенькое. За это уже отдельное спасибо создателю карты, ну а также потребуется еще красный и... Оранжевый ключик или какой-то? Это ключ от камеры, его используем мы тоже крайне редко, и только не говорите, что я прямо сейчас пропустил перекличку, черт возьми! Я тут очень сильно был занят рассуждениями, и знаете, ребята, можно обойтись без этих самых ключей. По периметру той комнаты идет какой-то туннель, и, ребята, крафтим кирку. Конечно, это не кирка, но тоже неплохо, лопата, и хорошо, что я ее не забрал, потому что изоляция, потому что я не успел отметиться на перекличке, и, окей, сейчас вернемся и заберем ее. А в другом столике, постер, и даже не один, прям то, что надо. Вот только, ребят, небольшая проблемка, и не могу найти тот столик, где была лопата. Я уже бегаю по черме минут пять, и... Да, лопата, но это совершенно не та лопата, которую я искал, это другая. Получается, у нас с вами есть целых две лопаты, и, в принципе, это не может не радовать. Мне бы найти то помещение, там рядом был даже генератор, который я бы мог отключить, и мне плевать было бы на все эти металлоискатели, которых, напомню, на этой карте очень много, и где-то в этой области находится эта зона, но, ребята, ее здесь просто нет, она как будто испарилась. Хотя нет, стоп, кажется, я нашел, она никуда не испарялась, и ставил лопату лежать там, и... Ее, конечно же, заметили. Да вы че, издеваетесь, что ли? Опять тот же самый столик, то же самое место, и та же самая перекличка. Вот только во второй раз я нашел там кое-что интересненькое, и сейчас я покажу вам. Не знаю, как вы, но я со второго раза увидел там кое-какую подсказку, и сейчас из карсера мы направляемся прямо туда. Я правда очень хочу надеяться на то, что вещи не поменялись, и они, ху, хорошо, не поменялись. Перем лопату, но, к сожалению, постера у нас больше нет, его забрали при изоляции. Ну а теперь то, о чем я вам говорил, это же подсказка самого создателя карты. Он, ну, очень сильно хочет, чтобы мы именно здесь сделали свой подкоп. Вот только куда именно приведет меня этот подкоп, мы знаем, что за пределами этого забора непроходимые заросли, а дальше и вовсе вода. Так что, в принципе, ничего интересного там нету, и этот способ побега я оставлю на потом, как запасной. Потому что рисковать мне, ну, совершенно не хочется. Отключаем генератор и бежим с лопатой домой. Хотя можно не домой, а прямо уже к этому помещению, и давайте-ка прямо с... Да вы что, издеваетесь, что ли? Здесь нельзя ломать стенку? Ну и копать здесь, конечно же, тоже нельзя, потому что это у нас второй этаж. Блин, ребят, что-то облом какой-то. Причем я на все 100% уверен, лопатой можно ломать стенки, вот вам доказательство. Может быть, лопата нам пригодится в дальнейшем. Выкидывать я ее не собираюсь, оставлю здесь. И у нас остается еще один запасной план, это через вентиляцию. Спускаемся ниже, и видим, что нужная нам вентиляция находится прямо в медкабинете. Значит, нам потребуется форма медработника. Избить медика я не могу, да и в принципе не собираюсь. Просто скрафтим форму. Потребуется форма заключенного и немного хлорки. А иногда хлорку можно найти в руках у заключенных, вот допустим, прямо как сейчас. Похоже, что-то пошло не так. У нас идет возврат в камеру, и блин, я сейчас хотел избить типа заключенного и забрать себе хлорку. Но что-то происходит вообще непонятно, в чате пусто, это не изоляция, просто так возврат в камеру. Возможно, это просто отбой, но... Блин, ладно, допустим, это просто отбой. Фух, а я уже начал паниковать, действительно, это просто отбой, и 9 часов вечера, подъем. Вот, допустим, нужный мне зэк, а блин, не успел до прихода офицеров избить его. Хотя нет, подождите, чего? Что происходит? Я сам напал на этого человека, и его избил офицера. Это что за тюрьма такая непонятная? Офицер делает всю грязную работу за меня, и нет, не совсем, он тоже на меня нацелился. Так, офицер, какого фига можно мне просто забрать хлорку, и все, мне ничего больше не надо? Вот моя цель совершенно одна, и он на меня нападает. Посмотрите, офицер спасите. Спасибо, теперь мы просто заходим к нему инвентарь, это, кстати, тот же парень. Кватаем хлорку, и все, что нам остается сделать, это прокачать интеллект. Ну, вот, в принципе, я и подготовился. Первым делом раздеваемся и крафтим нашу форму метработника. И как я так подготовился, что даже потерял хлорку? Тоже один из важных предметов, это именно не кусачки, а тверка, которую мы успешно покупаем за целых 40 баксов. Вот только прямо сейчас я в небольшой западне, потому что со всех сторон металлоискатели замечательно просто. Надо что-то думать, но... Черт возьми, я сейчас хотел оставить тверку здесь и сбегать отключить генератор. Но, как видите, это очень плохая идея, потому что на открытом пространстве запрещенные предметы очень хорошо просматриваются. И вот, например, прямо сейчас офицеров рядом нет, и я вроде как без проблем захожу и прячу отвертку в столике у заключенного. Главное теперь не забыть, в каком именно столике я оставил эту отвертку. Просто берем и крафтим форму метработника, проходим в запрещенное помещение, и... Черт возьми, тут сидит офицер, и... Вот мне как бы совершенно не надо, чтобы здесь хоть кто-то сидел. И это что, типа, самый удобный стул на этой карте? Че вы все сюда идете-то? Ну, вроде как, все офицеры ушли, и как только они уходят, они сюда снова возвращаются. Ребята, это место для побега мне и не сильно-таки нравится. Это супер небезопасно и очень рискованно. Я предлагаю сказать какой-нибудь другой способ побега. Аааа, окей, я все-таки решил попробовать это сделать. И знаете, офицер был в соседней комнате, и как-то умудрился меня спалить. Теперь у меня нет ни формы метработника, ни отвертки. Ребята, 100% ищем другой способ побега. Но теперь небольшой лайфхак для тех людей, кто будет играть на этой карте. Для побега нам все-таки потребуется красный ключик. И думаю, никому из вас не хочется искать тальк, замазку офицера с красным ключом, избивать его и так далее. Мы просто спускаемся в кухню, с помощью ломика ломаем две стенки, открываем столик охранника, который почему-то у нас тут стоит. И офигеть, четыре красных ключа. Мы, пожалуй, возьмем только один, и жадничать мы с вами не будем. Ну и, конечно же, не забываем закрыть за собой стенки. Самое главное, что на пути домой нам вообще не встречается металлоискателей. И, ребятки, ищем еще один ключик, на этот раз бирюзовый. Бирюзовый ключик мы тоже крафтим без всяких проблем. Томить я вас не собираюсь, всего, в принципе, два ключа есть. И давайте попробуем сбежать отсюда. Сумочка для контрабанды, кусачки и наша форма. Вот только один небольшой минус. Сейчас, кажется, будет перекличка, после которой никак на всей карте будет ночь, а наоборот день, а значит снайперы будут на месте. Так что давайте мы сначала отметимся на перекличке, поспим, а уже потом сбежим. Вроде как никаких проблем при побеге возникнуть не должно, потому что, ну, не должно, просто. 22 часа, получается, снайперов на карте у нас нет, и мы просто берем и без проблем ломаем решетку. Это нам потребуется для того, чтобы проникнуть на другую сторону крыши. Да, небольшие сложности. Надеюсь, только в самой вентиляции решеток не будет, а то у меня, черт возьми, не хватает прочности у нашего мешочка для контрабанды. Черт возьми. Слушайте, а тут как раз есть столики офицеров, и, возможно, там я найду кусачки. Нет красный ключик, ты нам пока что не нужен. Во втором столике тоже красный ключик, и, блин, офицеры, пожалуйста, можно мне кусачки? И нет только одни красные ключи. Окей, отправляемся на поиски напильника и скотча. Слушайте, это даже еще лучше отверг, и теперь вентиляция выпадет мне, не сломается. Хотя вот я почему-то думаю, кусачки мне все же еще раз потребуются, потому что там на крыше у нас тоже будут решетки, которые мы должны сломать. Пройти момент истины, и пока что ничего не вижу. Ничего не вижу, потому что прохода дальше нет, и я сейчас чуть не спрыгнул, случайно. Тут какие-то коробки, через которые я пройти не могу. А, вот заборчик, да вы что, угораете что ли? Справляемся за кусачками, и, наверное, прочными. Хорошо, что в столиках у нас есть запасной красный ключик, а то мой уже практически сломался. Ах, вот, ну значит, когда создатель карты под самый конец решил нам усложнить жизнь? Для побега нам потребуется сломать очень-очень много решеток, и что меня отправляют бегать по всей тюрьме? Вы что, серьезно что ли? Где там уже мой побег? Как отсюда выбраться? Это что, тупик что ли? Вы что, серьезно? Тупик, здесь 100% можно пройти. Хух, ребята, я уже испугался. Офигеть, карта мне уже нравится, и оказывается, здесь была другая лестница. Чего? Проходим через металлоискатель, наша сумочка для контрабанды ломается. И, ребята, где тот самый вертолет? Я уже устал идти до него. 5% у наших кусачек остается. И это, черт возьми, пожалуйста, последний заборчик. Я уже офигеть, как долго иду, и, пожалуйста, можно мне ничего больше не ломать? Потому что у меня просто-напросто больше нет кусачек. И где мой вертолет? Хух, 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 кусачки больше не потребуется. Мы просто улетаем отсюда, ребята. Просто жесть. Это супер, мега, очень крутая карта. И скачать вы ее можете по ссылке в описании. Она реально сложная. Я даже прошил ее на С. Офигеть, это реально очень интересная карта. А огромнейшее спасибо автору карты за это творение. Ребята, просто 10 из 10. Ну, а на этом я, пожалуй, буду заканчивать. Снимал я эту карту тоже очень долго. Надеюсь, вам этот ролик понравился. Не остается только пожелать вам огромной удачи. И до новых встреч на моем канале. Всем пока.